На первые 4 километра оптоволокна у саранского предприятия ушло 3,5 года. Следующие 4 оптиковолоконные системы планируют выпустить всего за один год. Масштабные планы подкреплены модернизацией, которую провели при поддержке ФРП. В 2017 году фонд предоставил предприятию 500 миллионов рублей на закупку оборудования. Всего вложили 960 миллионов. Обновили индукционные печи, запустили дополнительные линии и участок покраски. Правда, назвать продукцию полностью отечественной сложновато. Все оборудование из Финляндии. В России такого просто не делают. Заготовки японские. Сегодня порядка 50% себестоимости это уже российская. Плюс, поскольку производство существует три года, то и компоненты российские тоже постепенно появляются. Мы начинали, как пример, яркий, это та же упаковка. Когда мы начинали, эти самые катушки, на которые оптическое волокно наматывается, тоже закупали за рубежом. За два года последних нашелся российский производитель, который наладил их производство. Мы полностью это все оттестировали, потратили много месяцев на то, чтобы с кабельными заводами довести до нужного качества эту упаковку. То есть постепенно все не бывает сразу. Поэтому постепенно это производство рождает спрос и на отечественные комплектующие. И мы здесь абсолютно открыты. Все свое. Следующий этап для завода и наладить собственное производство заготовок – самая сложная из задач. Их делают из высокочистого кварцевого стекла. Внешне огромная прозрачная сосулька с идеальными геометрическими и оптическими свойствами, которую плавят и растягивают волокном из 150 мм в 125 микрон. Сырье для производства, а это тетрахлорид кремния и тетрахлорид германия, все равно придется покупать за границей. В России должную чистоту могли бы обеспечить на Нижегородском НПП «Салют», но они справятся с материалом на десятки километров, а надо на миллионы. Технологиями до очистки владеет Институт химии высокоточных веществ РАН в Нижнем Новгороде. Проблема та же – объемы не потянут. Но и в таких условиях оптимизма на заводе не теряют. Начинали с того, что технологию нам передавал технологический партнер «Некстром», «Разундаль Некстром» из Финляндии. Но по ходу дела получилось так, что некоторые технологические особенности уже осваивали наши инженеры, наши операторы, дорабатывали. То есть на данном этапе находимся на таком состоянии, что можем приобрести прибор любого производителя и освоить самостоятельно. Не без проблем покоряется и российский рынок. Главный конкурент – Китай. 5 долларов за километр из Поднебесной против 8 за отечественной. В самом Китае уже 15 лет действуют антидемпинговые пошлины для зарубежных производителей оптического волокна от 20 до 50 процентов. А для американских – 80. В России такого нет. Алексей Жуков, Николай Спицын. Поиск.